А это зависит от очень многих факторов. Он может там быть совсем недолго, может побыть там полдня, может день, может неделю, а может и год, а может лет десять. Это от многих вещей зависит, в том числе от того стресса, который он испытывает, от тех проблем и от того, как вы его поддерживаете или не поддерживаете. Поэтому иногда мужчина уходит в бутылку или иногда он у каких-то острых ощущений. Знаете, некоторые мужчины, чтобы справиться с вот этим внутренним таким ощущением страха, что он какой-то не такой, занимаются экстремальными видами отдыха, туризма или спорта, альпинизма или еще что-то. На самом деле, он пытается таким образом просто доказать себе, что он может преодолевать препятствия, чего-то достигать в жизни. И этого же самого можно было добиться гораздо проще прямо в этой жизни. И надо было Эверест покорять. Можно было просто женщину послушать. И вы окажетесь таким, как надо. А то, что вы покорили Эверест, ну знаете, как бы она, ей больше нравится покорять пляжи мира разные. Ну как бы Эверест, ну пусть он себе там стоит. То есть еще раз, о чем мы говорим? Мы говорим о том, что мы разные. И наша главная ошибка, то, что мы перекладываем свои собственные нужды, ощущения и то, что бы мы хотели, как бы к нам относились, нашего партнера. И эту ошибку мы совершаем постоянно. Это одни и те же грабли. У нас уже шишек не хватает вот реально на лбу, если бы, скажем так, на лбу нашего тонкого тела, там все избито. То есть все, потому что мы совершаем одни и те же ошибки, к сожалению. Из-за чего? Из-за невежества буквально, потому что мы не знаем. Потому что мы друг друга не знаем. Итак, дальше мы поговорим о шести эмоциональных ощущениях или шести видах любви, в которых нуждаются мужчины и женщины. То есть их есть двенадцать всего, ну, скажем так, двенадцать выделенных, основных. Наверняка есть еще какие-то ощущения, как бы, эмоциональные. Но их есть двенадцать. И на самом деле и мужчины, и женщины нуждаются во всех двенадцати. Но если первые шесть первоочередных, которые нужны мужчине и которые, соответственно, нужны женщине, не удовлетворены, то остальные шесть, они, как бы, особо, как говорится, погоды не улучшают. Итак, первое, в чем нуждается мужчина, я много раз уже это слово употреблял, то есть первое, то, что он считает любовью по отношению к нему со стороны женщины, это доверие. И я повторю еще раз, в чем это доверие заключается? В том, что женщина одобряет то, что мужчина делает, и не лезет к нему с непрошенными советами. То есть буквально вы верите в то, что он все сделает, как надо. Вы доверяете ему. Вот что для него очень важно ощущать, то, что вы доверяете. И, соответственно, первая вещь, которая крайне важна для женщины, в которой она нуждается, это забота. И в чем проявляется эта забота? Когда мужчина проявляет интерес к чувствам женщины и ее переживаниям, и пытается обустроить ее комфорт, то, чтобы ей было удобно. Помните, мы говорили, что для женщины как бы быт или квартира, дом – это ее кшетра, ее поле деятельности, это ее мир. И это важно, чтобы он был. Иногда, например, молодая семья, у них нет своего жилья, они живут там с родителями одними или другими. И на самом деле такая ситуация по нынешним временам очень опасная. Раньше люди были более, так сказать, терпеливые и так далее. И система жизни была более иерархичная. И поэтому каждый человек занимал свою определенную нишу, и отношения были хорошими. Сейчас же люди очень эгоистичны, очень эгоцентричны, правильно? И поэтому, когда вы находитесь, вам и так непросто, вы и так только-только выстраиваете отношения, которым вас, к сожалению, нигде не учили. Вы еще находитесь, так сказать, на минном поле, так сказать, в чужой сфере, на чужом поле деятельности, что еще более усложняет задачу, правильно? И вы заметили, что, например, семья живет, ну иначе говоря, дочь живет со своими родителями. Один вариант. У кого больше проблем с родителями, у дочери. Там, взять он там, ну если, конечно, не особо какой-то случай, он как-нибудь там свою нишку найдет такую тихую. Или наоборот. Если живут у мужа, то у мужа начинаются там тоже проблемы. Бывает и по-другому, но смысл в том, что, помните, мы говорили, больнее всего, боль, самой большей, нам кто доставляет, наши близкие. И тут, когда приходит новый человек в семью, как бы все усложняется сразу. То есть отношения, которые до этого, может быть, были более-менее выстроены, появляется новый человек, появляются новые уровни отношений. И мы боимся чего? Нового всего. Да? Вы заметили, что все новое нас пугает. Собственно говоря, мы деньги для чего вообще зарабатываем? Для того, чтобы сделать нашу жизнь наиболее предсказуемой. Чтобы как-то вот все было понятно, правильно? Потому что все новое нас очень сильно пугает. Поэтому человек приходит в семью и начинается, и людям трудно перестроиться. Или они не хотят перестроиться, поэтому что они начинают делать? Они начинают подавлять, подстраивать под себя остальных. И обычно все от этого страдают. Никто не выигрывает. Итак, мужчина нуждается в доверии, женщина в заботе. Следующее очень важное проявление любви, которое нужно мужчине — принятие их такими, как они есть. Принятие их такими, как они есть. То есть это означает, что женщина должна, как это выражается со стороны женщины, то, что женщина должна давать понимать периодически мужчине, а желательно часто, то, что он для нее достаточно хорош. Она знает, что он не идеал. Потому что, ну, идеал — это кто? Это какое должно быть сочетание внешности, я не знаю, кем он там должен быть. Брэдом Питером, Оленом Делоном, по уму должен быть Эйнштейном, по деньгам этим Абрамовичем и так далее, там, по вере какими-нибудь святым. Ну, в общем, такое сочетание не бывает, в принципе, да? А мужчина, он же болезненно воспринимает такие вещи, да? Потому что у него же есть такой червячок там внутри, что я недостаточно хорош. Знаете, иногда мужчина идет, и идет такая девушка, ну, там, которая с журнала, и он сразу понимает, ему долго думать не надо, не по синьке шапка. Вот, то есть не хватает, как бы, меня. Поэтому женщина должна давать понять, принять мужчину таким, как он вот есть, это означает не усовершенствовать модель, что называется, пятый Афон, шестой Афон, шестнадцатый Афон. То есть муж, как говорится, усовершенствует, не усовершенствуйте ее. А давайте ему понять, что он достаточно хорош, что вы довольны им, что то, как он заботится о вас, то, как он решает проблемы семьи. И вы можете сказать, ну, я-то не очень довольна, как он решает, я бы хотела больше. Но на самом деле, если вы будете вот так его принимать, он сделает больше, чем он может. Я уже это сказал один раз сегодня. Он сделает больше, чем он может. Немножко, может быть, своих возможностей. Он будет стараться изо всех сил, реально. Если он будет чувствовать от вас вот эту вибрацию, то, что вы его принимаете. И наоборот, если вы его не принимаете, то, как говорится, зачем вы хотите сражаться, если вы заранее знаете, что вы проиграете, и стадион вас не верит. Как бы кто болеет за аутсайдеров? Кто-нибудь из вас болеет? Наша команда, она проигрывает всем. Даже школам, интернатам и так далее. Но мы за нее так искренне болеем. Нет, все болеют как бы за чемпионов, правильно? По крайней мере, за претендентов. Все знают, кто чемпион, и мы за них болеем. Никто за аутсайдеров не болеет. Точно так же мужчина. Он не будет сражаться, если он знает, что вы в него не верите. Вы его не принимаете. Ну, этот рыцарь, ну, конечно, доспехи на него налезли. Но, как бы, хоть бы с коня не упало, пока доедет до турнирного центра. Поэтому он уже не будет сражаться. Принять мужчину таким, какой он есть, для него это очень важно. А для женщины, соответственно, второе, это понимание. То, в чем нуждается женщина, это понимание. Понимание чего? Понимание ее чувств. У женщины все связано с чувствами. Когда мужчина искренне выслушивает женщину, как бы понимает, сочувствует и так далее, она понимает, что... То есть, когда он верит в то, что она говорит, это важно. По крайней мере, это очень важно для нее. И поэтому он именно так к этому относится, когда ее слушает, то тогда женщина чувствует, что ее понимает, что ее любит. И вот эта вот потребность любви, она удовлетворяется. Следующее, третье проявление любви, в котором нуждается мужчина — признательность. Иначе говорят, а что это признательность? Это оценка того, что он делает. Мы говорили о том, что для мужчины очень важно, чтобы быть мотивированным, ему нужна благодарность. То есть вы должны говорить ему спасибо. Буквально там, он пришел с работы, вы ему улыбнулись. Вроде так, ну, ничего такого особенного, да? Но иногда мы это не делаем. Мы наоборот думаем, о, пришло. Особь, так сказать. Оно пришло. Деньги хоть принесло. А то... Ну, то есть по-разному же бывает, да? Если отношения давно испорчены, то... Знаете, есть такой анекдот. Две женщины ходят по магазинам, раз увидели этот киоск с открытками, они же такие красивые. И у одной там, день рождения у мужа должен быть. Она говорит, о, какие открыточки, пойдем посмотрим. Они стали листать там. И одна открытка такая красивая. И она говорит, ну, слушай, смотри, какая прелесть. Написано, моему котику. Может, взять моему козлу? Итак, мужчина нуждается в признательности. То есть его нужно подбадривать, как бы, вот эту вот веру, его углублять. А женщина, соответственно, третье, что нужно женщине, очень важное качество. Женщина нуждается в уважении. И уважение, опять же, по отношению к ее чувствам, к ее мыслям, то, что вы их цените, то, что они для вас на высоком месте. И также сюда относятся, как раз, помнить о памятных датах. Дорогие мужчины, вы помните? День вашей встречи, вашего знакомства. День, дату свадьбы. Если вы таких вещей не помните, то, ну, дисквалифицированы. Красная карточка. Вы должны обязательно допомнить о день рождения ее мамы. Вы должны помнить, даже если будете без сознания, вы должны помнить эту дату. Если вас в сознании приведут электрошоком и спросят, когда день рождения у тещи, вы должны сказать. А если вас после этого спросят, а вы кто? Можете сказать, что вы не помните. Но это вы должны помнить всегда. То есть такие вот памятные даты, вот эти все вещи, они тоже относятся к уважению, потому что это мир женщины. И вы должны его уважать. Если вы помните об этом и, соответственно, все образом реагируете, женщина будет ощущать, что вы уважаете ее, ее мир, и что таким образом вы ее любите. Для нее очень важно это проявление любви. Мужчины, они, ну, как бы, с логической точки зрения, знаете, вот я тут уже признавался как-то, по-моему, даже у вас здесь, что самый абсурдный подарок для мужчины с точки зрения логики – это цветы. Стоит дорого, увядает через три дня. Ну, если только не побрызгать дефлофосом каким-нибудь, то они чуть-чуть дольше продержатся. А женщинам так нравится прямо. И по поводу, и без. Мужчина думает, ну, какой смысл в цветах за две тысячи рублей? То есть за две тысячи рублей можно там какую-нибудь цепочку купить, да, колечко какое-нибудь, еще что-то такое придумать. Так вот, нет, как бы, вот тут наша логика, она не работает. Надо дарить цветы по поводу и без. Это важно. Мне 10 лет понадобилось в семейной жизни, чтобы справиться с этим, мужественно справиться с этим моментом. Вот правда, вот и то покупать, у тебя все внутри протирится. Прям вот не могу вообще. Я сейчас зайду в эти киоски, мужчина, заходите. Молодой человек, вам так рады. Конечно, рады. Я как бы посмотрел на ценник вообще. Можно бы уж на машину купить за эти деньги, за этот букет, который завянет еще, пока ты его донесешь, пожаре до дома, а у вас замерзнет, соответственно. 10 лет мне понадобилось, я вам честно говорю. Только сейчас я могу как бы это действительно так с чувством сделать правильно, с пониманием. У нас 20 июня была годовщина, свадьба очередная. И тоже такой был эпизод, я пошел за цветами, и фрукты там еще какие-то покупал. И когда возвращался домой, между домами, там шел такой, хорошо кто-то догадался, знаете, между домами обычно тротуарчиков нет. Нет, ну у вас-то есть, а у нас там как-то так, дома, 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 дома. Если у вас нету, то там, если дождь прошел, там грязь такая. А там сделали прям, где вот все люди ходят, такой узенький, но такой достойный, очень асфальтированный такой тротуарчик. Я шел и догнал своих, ну соседей вообще-то, может, с соседнего дома две девушки шли, наверное, такие старшеклассницы, может быть, там где-то по 16, по 17. И парень шел, и я хотел их вначале обогнать с этим букетом, а потом, когда услышал, о чем мне говорят, я подумал, послушаю немножко. Они говорили как раз о проблемах жизненных. И одна девушка сказала, ну она говорит, родители так ругаются вообще, там мама там и посуду бьет, и все такое. И говорит, однажды я сидела, что-то там краила, там что-то с иголкой, с ножницами, и тут у них началось. И говорит, и папа там на маму, так сказать, наехал серьезно, я выскочила с этими ножницами, встала перед мамой и сказала, если ты к ней сейчас подойдешь, я тебя зарежу. И потом она сказала, очень интересная фраза, она сказала, мне потом так стыдно стало, потому что они оба были неправы. Это я к тому, что у нас не было хороших моделей, по которым мы могли бы учиться, к сожалению. У кого-то, кому-то повезло больше, у кого-то у родителей было все в порядке. Многие, вот на моих глазах, тоже там у родственников произошел развод, и девочке было 10 лет. Она такой, ну, у нее столько произошло за вот это время в жизни всяких изменений, таких вот, знаете, необратимых, что называется, которые потом так олукнутся ей в жизни, потому что она переживала вот это вот все, там все эти разборки, эти скандалы, эти дележки там и так далее. То есть на самом деле, реально, как бы, у нас очень много в жизни проблем, и этим вещам, ну, нужно с ними разбираться. Это как болезнь, знаете, если ее не лечишь, она вначале... То есть это как болезнь, да, если вначале она просто дает нам о себе знать, иногда, если мы ее игнорируем, не лечим и так далее, она становится хронической, если мы потом с ней работаем, она становится смертельной. То же самое в отношениях, как бы, они же портятся не за один день, да, это может годами длиться, и вначале это может быть где-то незаметно. Почему? Потому что женщины в силу своей и природной некой скромности и того же обучения от мамы, то, что мама терпела все, что угодно, они очень часто не могут выразить, как бы, или сказать правильно о том, что они, их жизненное пространство, их ощущения, они где-то ущемляются, да, они терпят. И плюс еще, так как женщины положительные, да, женщины хотят все улучшить, у них есть такое вот положительное качество, такой веры, верить в то, что та сторона, она догадается и сама исправится, да. И поэтому женщины иногда готовы терпеть годами очень плохое отношение к себе и продолжать исполнять свои обязанности все, как прежде, потому что они думают, мужчина догадается, а он не догадается. Это одно, мы об этом чуть позже поговорим, я объясню, почему. Не потому, что мужчины бесчувственны, просто там есть подсказки, нужно определенные дать. Итак, следующее, в чем нуждается мужчина, четвертое качество, восхищение. И восхищаться мужчины, это означает взирать на него с восторгом, радостным удивлением, одобрением или удовольствием. А, женщины могут сказать, ну, да, это ничего себе. На самом деле, это означает то, так как каждый человек является Личностью, у каждого мужчины, у него есть некая изюминка. То есть, если есть что-то, что всегда вас, ну, как бы, вдохновляет или радует, например, чувство юмора, мне очень нравится, когда мне удается рассмешить свою жену. Вот я что-нибудь скажу, такое ляпну, и она так смеется искренне, мне прям, для меня это такое, ну, она как восхищается мной, ну, ты даешь, мне очень нравится. То есть, у мужчины может быть что-то такое, что-то такое особенное, что всегда, несмотря на все остальное, что может быть, ну, может быть, мужчина ничем таким прямо вот и не выделяется. Но есть всегда что-то, что такое вот именно в ваших отношениях, что-то такое ценное, чем вы можете восхищаться. Моя дочечка, она же тоже, ну, женщина, тоже, она, у нас такая игра есть, я, она мне задает тему, а я придумываю историю на эту тему, на ходу прямо, сказку какую-нибудь, ну, все что угодно. То есть, она просто задает, тык-тык-тык-тык, персонажей каких-нибудь, там, домовенок Кузя, там, пошел на день рождения к Наташе. И вот сразу, тут у нас 15-я серия про домовенка Кузя. И вот она, и когда я там делаю какие-нибудь такие необычные повороты, сюжета, у нее просто глаза увеличиваются, и она начинает прыгать, она подпрыгивает и машет руками и пищит, вот реально пищит, так громко. И потом, еще, еще, она говорит, так вот, потому что она восхищает, ее просто, она изумлена, она восхищается. Надо же так вот, можно было придумать, так и она говорит, папа, так никто больше не может придумать. Рассказывает, правда, у этого есть обратная сторона, потому что иногда приходится 99 серий про Кузю подряд, вот, и это, тяжеловато. Или так, эту же серию раз 15 надо рассказать, и вот этот момент, вот этот момент, поподробнее вот еще. Знаете, дети не любят, чтобы все повторялось, как бы, чтобы то, если им что-то понравилось, оно должно повторяться все время. Вот. Ну, я потом научился, что если какая-то игра, которую я придумал, она очень нравится, ее нужно играть 7 раз в день, и 3 раза в час, там, и каждый день, то просто нужно потом новую игру придумать, и тогда это, она немножко, мне легче становится, новая, она уже как-то... Итак, мужчина нуждается в этом таком восхищении определенном, потому что ему же подвиг надо совершить, правильно? Поэтому ему нужен, как-то ему нужен бензин, ему нужна энергия для этого подвига. А женщине нужна преданность. Преданность или любовь по-другому. То есть женщина должна ощущать то, что муж ей предан. Что это означает? Это означает, что мужчина старается удовлетворить запросы женщины и гордиться этим, что у него получается. Таким образом, оказывает ей поддержку то, что она чувствует, она для него единственная. И тогда она чувствует вот эту преданность. И это такое проявление любви, в котором женщина нуждается. Преданность. Следующее, пятое. Мужчина нуждается в одобрении. Одобрение. И что означает одобрение? Одобрение, это означает, что вы, он ведет себя определенным образом. И вы верите в то, что у него есть все основания для того, чтобы так себя вести. То есть вы одобряете его поведение. И вы знаете, что он в какой-то ситуации как-то вот так вот поступает, может быть даже непонятно для вас. Но вы верите в то, что он делает это из лучших побуждений. То есть вы одобряете, как бы вы в каком-то смысле доверяете ему, да, вот это. И для мужчины очень важно ощущать то, что, потому что, еще раз, жизненные ситуации бывают разные. Мы хотя и пытаемся сделать их предсказуемыми, какими-то, ну, хотя бы до какой-то степени. Всегда есть что-то, когда нужно, что называется, решать на ходу там и так далее. И вот этот момент мужчине будет гораздо легче принимать правильные решения или вообще браться за решение этих проблем, если он чувствует одобрение со стороны женщины. То, что вы верите, то, что он сделает это, он правильно все делает, он будет доверять ему как бы в этом, да. А женщина нуждается, соответственно, пятое, в признании. И опять признание чего? Признание ее чувств. То, что мужчина не смотрит свысока на чувства женщины, признает их, как бы считает их важными, тогда женщина чувствует, что ее любят. И последнее, шестое, мужчина нуждается в поощрении. Ну, тут более-менее понятно, то есть его еще нужно хвалить, выражать его свое такое вот поощрение, вдохновлять таким образом его, поощрять. А женщине последнее, что нужно, подкрепление уверенности. Подкрепление уверенности в том, что у них все хорошо, в том, что отношения продолжают существовать, в том, что они углубляются. Потому что это типичная ошибка, которую мужчины совершают. Я вот сегодня тут пытался шутить, что вот я ее там зацеловал, не знаю, там, 10 тысяч раз, когда мы знакомились, и все, можно уже не целовать больше. один раз я уже сказал, что я ее люблю. Все. Но на самом деле для женщины это очень важно. Подкрепление уверенности в том, что отношения существуют. И для этого мужчина, он должен, как бы, вот эти вот знаки внимания, нужно целовать свою жену, вы знаете, да, хотя бы иногда. Психологи посчитали минимум четыре раза или шесть. Обнимать ее столько же раз. И тут такой момент для женщин тоже такое предупреждение, что если мужчина начнет это делать, вначале он делает это немножко искусственно, а может даже и немножко. Не давайте ему понять, что вы это видите, что для него это будет больно. Потому что мужчина услышал, надо женщину обнимать. Он раз, логика сработала, так, в девять утра, в два часа дня, в восемь вечера перед сном. Как раз в четыре раза, раз в четыре часа, там, или во сколько, он подходит, дорогая, обнимает вас. И вы понимаете, что да, это искусственно. Но на самом деле, если вы внимательны по жизни, то все, что мы начинаем делать новое, мы делаем это искусственно. Да, вот вы, вот вам купили фортепиано, потому что ваша мама ходила в музыкальную ненавистную школу, и она хочет, чтобы вы тоже тогда ходили. Вот все эти десять лет, пока вы в школе учитесь, вам еще одну школу подарили из любви. Вы подходите к фортепиано, и что вы там можете сыграть? Что-то искусственно нажать пару клавиш, да? Опа, ли березка стояла, это вас научат через полгода. Вот, что-нибудь, собачий вальс, ты-ры-дын-тын-тын-тын-тын-тын-тын. То есть вы, искусственно, вы ничего не можете, но если вы будете продолжать этим заниматься, тренироваться, практиковаться, да, то вы сможете очень неплохо научиться играть. А если вы будете еще продолжать, то вы научитесь импровизировать. Да? Вы превращаете этот навык, этот умение в искусство. И вы можете сыграть такое, что все будут стоя аплодировать. Точно так же во всем остальном. Мы во всем учимся, и вначале мы делаем все искусственно. Но потом, если человек продолжает, он начинает делать это по-настоящему, искренне и так далее. И вот такие вот знаки внимания, которые нужны женщине, как подкрепление уверенности в том, что в отношениях все в порядке, все хорошо, мужчина должен учиться этому. И вначале будет немножко искусственно вот эти вот вещи всякие. Но со временем это, если вы правильно его поддержите, он будет делать это правильно. И это очень сильно помогает отношениям развиваться. И теперь я... А, еще один важный момент, касающийся этого. Если вы обратите внимание на вот эти пары, которые мы записали, они всегда взаимосвязаны. Смотрите, если женщина чувствует, что о ней заботятся, ей становится гораздо легче доверять мужчине. Правильно? И наоборот, если мужчине доверяют, ему сразу хочется, что о вас заботятся. Все остальные пары точно по такому же принципу любую возьмете. Если женщина чувствует уважение, ей гораздо легче быть признательной за это мужчине. правильно? И наоборот, если мужчине признательны, он будет вас уважать. По-другому как? То есть, они все взаимосвязаны. Это также... Из этого можно сделать также другой вывод, который заключается в том, что если отношения так или иначе, скажем так, разлажены, или, как говорят, для того, чтобы поссориться, нужно минимум два человека. А для того, чтобы помириться, достаточно одного. Достаточно одного человека, чтобы он сделал первый шаг. Точно так же в отношениях любви все то же самое. Если один человек понимает, если один человек готов сделать этот первый шаг, если кто-то готов доверять, понимать, принимать его таким, как есть, и быть признательным, то вторая сторона, она тоже начинает меняться. Кроме, может быть, одного случая, когда вы это делаете неискренне, а с какой-то корыстной целью, и та сторона это очень хорошо понимает. И, находясь в таком эмоциональном дефиците, который может длиться много лет, человек может не ответить позитивно на ваши какие-то усилия. Но если усилия искренние, а мы говорим сейчас о людей, которые любят друг друга, у которых бывают трудности, то есть, иначе говоря, если человек искренне пытается, то сделает определенный шаг. Кто должен сделать этот шаг? Неважно кто. Тот, кто в лучшей форме, скажем так, у кого меньше, что называется, наболело, у кого меньше трудностей, тот может сделать, ему будет легче сделать этот первый шаг, доверие какого-то, или еще что-то, иначе говоря, отдать ту любовь, в которой нуждается именно наш партнер. И тогда он тоже вдохновляется, он накрыляется. Да, мы говорили с вами о мотивации. Человек теряет мотивацию, потому что его там, не знаю, не благодарили долго за его какие-то действия, поступки. Но если вы сделаете это, у него вырастают крылья, он снова мотивирован, он полон энергии, он готов идти сражаться, на амбразуру, и так далее. И то же самое по отношению к женщине. Если она чувствует заботу, у нее появляется огромное количество энергии для того, чтобы делать еще лучше то, что она и так уже делает. А делает она много. вот этот момент. И от противного, еще раз как итог скажу, что женщинам больше всего не нравится что и из-за чего происходят семейные войны, когда игнорируется вольно или невольно, или принижается значение ее чувств. Да? Это очень важный момент, это для мужчин, пожалуйста, отметить для себя. И, соответственно, а мужчине больше всего не нравится, когда они одобряют его поведение. Никогда ему не доверяют, что называется. Для него это очень болезненно. Это недоверие, неодобрение, которое выражено так или иначе, очень болезненно. Дальше я еще вам тут приготовил пять недоразумений, из-за которых мужчины и женщины недооценивают вклад партнера во взаимоотношения. Еще такая, как бы сказать, еще один подводный камешек, который мы тоже сейчас рассмотрим. Это может нам как-то помочь. Первое. Мужчины считают, что их успехи на работе заслуживают большего количества призовых очков со стороны женщины. То есть, иначе говоря, есть такой даже целый тип мужчин, да, которые думают, что, ну я же работаю, я же все, как бы для семьи. и когда он приходит домой, он перестает что-либо делать, да, он просто хочет отдохнуть, или там, чтобы было как-то по его, там и так далее, он просто больше ничего не делает, потому что он считает, что он и так очень много сделал, много, настолько много, что женщинам нужно очень много чего-то сделать, чтобы выровнять вот этот вот вклад, что называется, в отношения, да, и это ошибка. Это много, но этого недостаточно для того, чтобы отношения развивались. Следующее. А женщины считают, что чем больше они проявляют заботи о мужчине и стараются ради него, тем более высокую ступень на пьедестале почета занимают его в глазах. То есть вот эта вот забота, да, мы говорим, что забота, она иногда для мужчины превращается в удавку, потому что это женская забота. А мужчине еще раз нужна не любовь, забота, которую мать проявляет к своему ребенку, а любовь, доверие. А это разные виды любви. Следующее. Мужчины думают, что если женщина не просит о помощи, значит помощь ей не нужна. Типичная вообще ошибка, да, потому что это перекладывание мужской психологии на женскую, да. Что мужчина просит о помощи когда, я уже много раз это сказал, когда он сам не может решить, когда он понимает, после длительного, может быть, анализа, я не могу решить какой-то вопрос, какую-то проблему, какое-то решение, ему нужна помощь. Тогда он идет и говорит об этом, да, обращается. И поэтому он думает наивно совершенно, что если женщина ничего не просит, значит все хорошо. Правильно? А женщина в это время что думает? Женщина думает, что это в этом же пункте. А женщина считает, что мужчина должен сам догадаться и предложить и предложить свою помощь. Потому что женщины, у них интуиция более развитая, чем у мужчин. И поэтому в женской среде там все понятно. Поэтому женщины любят говорить намеками, полутонами, да, это считается наоборот красиво. Когда вы не прямо так, очень коротко и ясно, а как-то так завуалировано в третьем лице притчами. Женщины оценят этот ход, а мужчина он не понимает, что от него хотят. Он в этом в опьянении какое-то слышит. Просто не прямое, а такое еще хуже. Больнее такое. Чтобы больнее было именно так косвенно. Такие фразы, знаете, мусор не вынесен. И мужчина думает, ну все. Если бы ему просто сказали, вынеси мусор, пожалуйста, можешь вынеси мусор? Мужчина сразу скажет, вообще без проблем. А когда мусор не вынесен, в этом доме я могу рассчитывать на чью-либо помощь? А кроме вас там и маленького ребенка, грудного, больше никого нету. То кому эта фраза обращена? К вам же, конечно. А почему так она обращена? А-а-а, то там целая философия за этим. То есть мужчина вот так это слышит. Ему гораздо проще, когда ему скажете, ну помоги, пожалуйста, я там зашиваюсь, ну не знаю, на кухне там или еще что-то. И он сделает это, ему когда все выражено прямо. То есть женщины считают, что мужчина должен сам догадаться, потому что женщина другая бы догадалась. Но тут как раз проблема в том, что вот эта мужская конституция внутренняя, мужчине не позволяет это почувствовать, поэтому ему нужна помощь ваша. Ваш мужчина, он неплохой, он хороший, просто его нужно попросить о том, что вы хотите. Вот и все. Просто попросить, просто ему как бы намекнуть, буквально сказать. и он вам поможет, реально. Но вместо этого, когда мы этого не знаем, мы думаем, и это накапливается, 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 мы думаем, что ну как, ну не замечает меня, моих трудностей, моих запросов, значит не любит, правильно? Значит зачем нам? А представьте, если длится это лет 10 или 15. Бывают такие браки, тихо, мирно все это и развелись через 25 лет. С чего вдруг вообще? Я там понимаю, как бы если каждый месяц из окна вылетал в телевизор, там еще что-то, были крики, скандалы, порезы, ушибы, ну то понятно, как бы, и в конце концов разошлись. А то тихо, мирно и так далее. Это означает просто, что люди, как сказать, их ожидания очень долго не оправдывались, и они вместо того, чтобы просто попросить об этом, они накапливали обиды. И когда обида стала сильнее, а обида, чем она плохая, обида это качество, которое убивает у нас любовь, которое убивает нас чувство или желание отдавать, делиться чем-то. Обида это крайняя степень дефицита внутреннего. Когда наш дефицит становится очень сильным и глубоким, то человек уже в какой-то момент ничего отдать не может. Он даже если разум понимает, надо бы делиться чем-то, отдавать, он не может просто, потому что у него столько накопилось, что он не может с этим справиться. Поэтому говорится, что обида это так же, как неусвоенная пища. Неусвоенная пища превращается в яд, в токсины, в человека, может быть, расстройство и так далее. Точно так же эмоции, которые мы не можем пережить правильно, не усваиваем их правильно, они превращаются в обиды, и они становятся ментальными токсинами или грязью. А все то, что мы ощущаем на тонком уровне, со временем куда переходит? На грубый уровень, правильно? И поэтому человек начинает болеть какими-то очень странными болезнями, очень страшными, вдруг, как бы, ни с того, ни с сего. Поэтому это ошибка, когда женщины думают, что он должен сам догадаться. Нужно подсказывать, пожалуйста, не переносите свои представления на мужчин. И мужчины тоже запомнят вот этот важный момент. Если женщина ничего не просит, это не означает, что она ни в чем не нуждается, не нуждается в вашей поддержке. Четвертое недоразумение. Мужчины думают, что если женщина во всем соглашается с ним, значит, она его высоко ценит. Что это означает? Какой пример? Например, муж говорит, ну что, сходим на футбол, сегодня наши играют. И женщина так и она начинает думать, ну мы вообще никогда никуда не ходим, ну ладно, хоть на футбол сходим. Ну она соглашается, как бы идет. И там все вот эти кричалочки там, семечки летают, как говорится, как смерч, шелуха от них и все такое. И она сидит там, думает, ну ладно, потом муж говорит, ну что, давай в кино, может зайдем, сходим. Она, ну сходим. Потому что для женщины вообще хоть куда-то выйти, это уже праздник, да, из дома. Женщина не социально по своей природе, вообще социум или общество женской, женской природы. и они идут в кинотеатр, и муж говорит, о, классный фильм ужасов, пойдем прямо так, чтобы аж за душу взяло. Женщина такая, а она там увидела краем глаза надпись какая-нибудь мелодрамка там с этим, с Брэдом Питтом такая, с Анжелиной Джоли. Она думала, она бы, конечно, туда бы пошла, если уж в кино, то туда. А он говорит, на фильм ужасов. она говорит, ну ладно. Почему женщина соглашается? Потому что женщины, ну, так сказать, добрые по природе, они, пункт три, смотрите, они думают, что мужчина когда-то догадается, что у нее тоже есть потребности, что она, может быть, вообще и в кино не хотела, а хотела сходить на концерт или на балет, или вообще куда-нибудь, не знаю, там, на кружок вязания, ну, или еще что-то. Вот. Но она как бы наивно полагает, что мужчина, он догадается. А он не догадается, мужчина, ну, как бы, принимает какие-то решения, он говорит, ну что, пойдем? А она говорит, ну пойдем. И она соглашается со всем. Со всем. И, а мужчина думает в этот момент, ну, раз со всем соглашается, значит, я у нее на высоком счету, правильно? Да, она как бы за мной идет, и все. И на самом деле, а теперь умножьте это на годы. И что может быть? То все, что угодно может быть. И последнее, пятое. Женщины не знают, что мужчины способны снять их с пьедестала, если замечают обиду и недовольство с их стороны. То есть, в самом начале, помните, я говорил, что мужчина, он стремится попасть на пьедестал, да? Для него важно, как бы, стать победителем, чемпионом, там, призером и так далее. А женщины нет, потому что она уже там находится. Она всегда находится на пьедестале. Это то, что, это хорошая новость, кстати, для женщин, потому что женщины, к сожалению, сейчас так и не думают. Она всегда на пьедестале. Но тут есть такой момент, что если вы очень недовольны или обижены на вашего мужчину, он может вас оттуда, как говорится, сбросить на последнее место. Вот. Но у этого есть сразу же и хороший момент, потому что мужчина, он легко вас сбрасывает, легко и возвращает обратно. Обратно на пьедестал. То есть, долго это не происходит. То есть, какой пример можно провести? Например, вы готовите, да, вот для мужа, что-то такое, прямо приготовили. Но на самом деле вы там поругались и вы на него обижены. И у вас на лице это написано. Вот он приходит с работы, и вы ему на стол это все выкладываете. И он видит ваше лицо. И ему на самом деле все равно, что вы приготовили. Он даже вкус не почувствует. То есть, ему все равно там будет какой-то изысканный пирог или из мешка собачьего вот это вот, вот эти хрустики. Он даже не заметит. Потому что для него очень важно чувствовать, чтобы вы его как бы одобряли, принимали, доверяли. И в эти моменты, когда мужчина вот в таком состоянии находится, он с пьедестала женщину снимает. Ну, потом возвращает обратно. И вот это вот мы сейчас переходим постепенно к вкладу во взаимоотношения или всякие маленькие хитрости, не хитрости, а, как сказать, действия, которые мы можем совершать и мужчины, и женщины во взаимоотношения, которые являются бонусами, что называется, или вкладами такими в развитие этих отношений. И первое или общее, что я хочу сказать, это то, что в браке, где мужчина внимательен, а женщина благодарна, соотношение вот этого вклада, что называется, оно всегда будет равным. то есть отношения будут очень хорошие. Женщина благодарна, а мужчина внимательно заботится. Но для чего нужны вот эти бонусные, так сказать, очки, которые мы можем заработать в глазах нашего любимого или любимой? Зачем они нужны? Они нужны для того, что когда наступают определенные трудности в отношениях или засуха, вот эти вот бонусы, они позволяют нам не запускать отношения до такого состояния, когда уже очень плохо. Понимаете? То есть, иначе говоря, вы делали какие-то маленькие штрешочки, которые противоположная сторона отмечала по жизни, что надо же это, оказывается как. Вот эти штрешочки помогут потом не опуститься до каких-то таких вещей, как ссоры и все остальное. Вот для чего они нужны. Что это за бонусы, так называемые? Как они зарабатываются? Ну, давайте вначале. Как женщина дает призовые очки мужчине? Во-первых, подсчет тоже происходит по-разному. Женщина дает одну очку за любое действие. То есть, любое действие, и маленькое, и большое, и большое, оценивается в одну очку. Мужчины этого не понимают, потому что они считают по-другому. Мужчина очень много очков. За что-то особенное такое, что он ценит у вас за какой-то поступок, он может вам дать сто очков, или может дать десять очков, или одну очко. И поэтому мужчина иногда думает, у меня там очко уже, ну, иначе, говоря, накопилось у меня там на карточке, прямо уже не хватает там этих нулей. А на самом деле каждое действие оценится в одну очко. Что это означает? Например, вы машину купили, очко, руку, да? И если вы руку держите, так, чтобы она могла на нее опереться, а она не висит, как дохлая змея, очко, то есть для нее это важно, то есть она получает, то есть она дает вам как бы внутри вот это призовое очко вам за это. Очки зарабатывать очень легко, это сказать спасибо за обед, или такой момент, пообедать вместе. Два очка. Тоже очко например после душа подтереть вот там, там же тряпочка рядом лежит, очко призовое для вас, потому что как-то странно, там и шторки, и кабинки закрываются, но все равно какие-то капли они обязательно будут там на плитке, да? Кто их подтирает? Да женщина всегда их подтирает, кто же еще? Но если вы вдруг это сделаете, если вы вдруг в зубную щетку положите туда, откуда ее взяли, там стаканчик, да, еще что-то, очко, если вы выносите мусор, как бы о вас об этом не просили, очко, если вы вытерли крошки после того, как поели со стола, огромное очко, но одно, вот, и такие, то есть, есть много-много вещей, которые можем сделать, есть даже банальные, опускать крышку унитаза, очко, и, то есть, такие вот маленькие моменты, которые женщина оценит, мужчина их делает, и это потом в какой-то момент может очень хорошо помочь взаимоотношениям. Мужчины же, как я сказал, они по-другому оценивают вклад и дают количество очков в зависимости от того, как женщина к ним относится. Например, ваша жена вас попросит что-то сделать или купить, а вы забыли, ну, то есть, вы виноваты, да, а она не ругается, не расстраивается, говорит, ну, ладно, забыл, ну, пожалуйста, сделай это в следующий раз, 50 очков за это жене, за то, что она, как бы, имела, как бы, право, да, но она вас поддержала, она не стала, там, опускаться, да, вот это вот все, там, вечно ты, и все остальное, 50 очков за такое, потому что мужчина знает, ну, да, виноват, там, ну, прошляпил, да, забыл, потому что много дел, там, и так далее. То есть, все, мужчина дает женщины очки за какие-то поступки, в основном, связанные в том, как она оценивает его действия, нейтрально или отрицательно, и поэтому он может дать очень много очков, но, как мы сказали, что, когда он снимает женщину с педестала, он не стирает эти очки, как бы, когда вот она недовольна или обижена, потому что для него это очень болезненно воспринимать такую вот эмоцию или поведение. А он еще раз забыл, вы его второй раз попросили, а он еще раз забыл, а вы вместо того, чтобы взорваться в этот момент, вышли ненадолго, и потом вернулись, как будто ни в чем не бывало, и попросили еще раз, ну, пожалуйста, ну, это важно, сделай это, или купи, или принеси, сто очков за такое. Потом, например, она что-то вам такое сказала, ну, и была не права, и после этого изменилась пятьдесят очков, а если бы не изменилось, минус пятьдесят, минус пятьдесят. Когда он что-то просит, и она соглашается, хорошо, давай, тоже получите, там, в зависимости от того, как там все остальное в отношениях, там, десять, двадцать, или тридцать, то есть мужчина гораздо более щедр в своих очках, но иногда он их, как говорится, аннулирует, бывает такое. Для женщины очень важно не цена знака внимания, не сколько это стоит, что мужчинам очень трудно понять, а как часто это происходит, и какой эмоциональный фон это несет. Даже обычную вещь, подарок, да, можно его так вот бросить, ну, а можно такую интригу закатить, там, спрятать его куда-то, записку написать и там положить, а, или так, знаете, письмо бросить в почтовый ящик, и там будет написано, там что-нибудь, любимый женит, и жена такая открывает, а там раз, там, карта, и она такая, надо же, и она туда пошла, там что-то подняла, там еще одна подсказка, туда пошла, там что-то, а там духи. И вам же кажется, что это не духи, а нектар бессмертия, потому что так все было закручено эмоционально, как бы, и вам это нравится, очень необычно, очень неординарно, там и так далее. Женщины, подержите мне, понравится вам такое или нет, или вам лучше так, что всегда одно и то же, как можно даже не запаковывать, потому что вы и так знаете, что там, вот, и главное, что там чек такой, там вот, вот сколько это стоит. И вы думаете, правда вот жалко этих денег даже, потому что, как так можно все испортить? То есть это важные такие моменты, на которые нужно обратить внимание. Вот эти вот очки еще раз, они нам помогают в трудную минуту, когда в какой-то момент, может быть, мужчина там не может выполнять свои обязанности, не хочет, или у него там депрессия, тяжелые времена, и вы можете думать, ну все, зачем нам не надо такое, сколько можно там это терпеть? Но если вы вспоминаете вот эти каких-то маленьких вещах, которые он делал, когда было все в порядке, то вы совершенно по-другому будете к нему эмоционально относиться, вам будет гораздо легче пережить вот это вот, ну, трудности вместе, да? И наоборот, то же самое по отношению к женщине, мужчине будет гораздо легче, если он помнил, что да, сейчас меня не ценят, да, может быть, меня сейчас ни во что не держит, вот, но раньше это было по-другому, и поэтому он знает, он знает, что есть за что сражаться, есть чем сравнивать. Что мы еще? Вы не устали еще, как вам? Нормально? Я просто не знаю о чем еще тут вам такого, что вы. Давайте я вам назову девять навыков, которые нужно освоить женщину, чтобы от нее никогда не ушел мужчина, он всегда был с вами. Это список из ведических писаний, то есть это очень древняя вещь. Я помню, в Ростове рассказывал, и там эти девять навыков рассказал, знаете, первый вопрос, который был после этого, женщины не выдержали, сказали, а список для мужчины тоже предоставьте, пожалуйста, а то для женщин все, как бы, что, какие навыки у них должны быть, и так далее, поэтому я исправился, у меня есть список из 16 пунктов, только они не от противного. Что должен делать мужчина, чтобы превратить жизнь женщины в ад, или чтобы она чувствовала себя дома, как в тюрьме. То есть девять положительных и 16 отрицательных, они для чего? Для того, чтобы думать, чтобы включить, для мужчин важно, чтобы у них была возможность, как сказать, думать над тем, что происходит. Знаете, когда все разжевано, думать не надо, то может оно и не надо вообще. Есть такой момент. Интересно вам? Будем мы? Да, да, да. Итак, девять навыков. Первый навык, который нужен женщине, очень важно, это чистота. Что здесь подразумевается, помимо того, что нужно следить за своим телом, принимать душ вовремя и так далее, использовать все, что женщина использует, косметику, ароматы и так далее. То есть сюда входит не показываться перед своим любимым в неприглядном виде. То есть, знаете, если у вас дома есть халат, который носил еще Клеопатра и по семейной линии он передавался из поколения в поколение и вы очень любите его носить, самый лучший совет выбросите его, пожалуйста, или отдайте потомкам, пусть они несут пусть по стеклу положат, сигнализацию включат. Понимаете, причем интересно так бывает, что женщина когда на улице выходит, она одевается так, она одевается, что муж иногда думает, для кого вообще делает, потому что дома мужчины тоже, как мы знаем, они ходят в трикотанах или еще что-то такое, но для женщины это особо важно. То есть в неприглядном виде что это означает? Утром проснулись и утром наш вид он не самый, так сказать, привлекательный, да, поэтому что нужно сделать? Нужно прошмыкнуть ванну незаметно так. Не надо приходить и мужу в это время что-то там доказывать или рассказать. Прошмыкнули, решили все свои вопросы и потом вышли как победительницы, как царица. Вот, это означает чистота. И сюда также входит целомудрий в этот пункт. То есть женщина должна следить за собой, мужчины должны это соответственно понимать. Это тоже, знаете, как называется черная дыра в бюджете семьи косметика. Ее же никогда не бывает достаточно, вы заметили? Иногда целые шкафы посвящены косметике, полки посвящены косметике, ванны тоже там многоэтажные, многоуровневые стиральная машина, на ней там больше баночка, меньше, меньше, меньше и потом есть какая-нибудь мензуречка. Ну все же знают это, правильно? Это же у всех. Но на самом деле да, это женщине нужно. Поэтому пусть тратит на это деньги и вы тратите на это деньги. Не вопрос. Это для поддержания ее чистоты. Следующее. Опрятность. И эта опрятность имеет два пункта. Первое это то, как мы одеты. То есть иначе говоря, не обязательно цена одежды определяет опрятно или неопрятно. А как раз как это на вас сидит, насколько это вам идет. Помните, мы говорили о том, что искренность женщины заключается в том, что она уникальна и ей лучше оставаться такой, какой она есть. А не подстраиваться под некий образ, знаете, как в армии. В армии все в одинаковой форме. Поэтому вы обязательно должны, что все там как бы пообрезали юбки и остался только поясок. И вы должны так сделать. Или наоборот. Нет, вы должны носить то, в чем вы себя чувствуете нормально. Это должно быть аккуратная, чистая одежда и так далее. То есть опрятность это то, как вы одеты. Но второе еще более важное то, как мы обходимся с пространством вокруг нас или с пространством дома или квартиры. То есть как расставлены предметы, мебель и так далее. Потому что иногда бывает так расставлено это все, что туда страшно заходить. Да? То есть иначе говоря, мы создаем в нашем пространстве чистоту, опрятность или хаос. Это важный момент. Следующий момент, третий, красота. Женщина должна быть красивой, но красивой с точки зрения мужа. То есть вы должны быть красивой для него. Они должны быть красивой, как бы, ну там, по пунктам, как в журнале написано, да? И поэтому вы приходите к мужу и говорите, мне нужно 100 тысяч долларов. Всего лишь 100 тысяч. А на что? На 7 пластических операций. Я хочу быть красивой. Вначале лучше поинтересоваться, как бы, может, вы уже и так для него достаточно красивы, иначе почему он на вас женился. То есть вот эта вот красота с точки зрения мужа, и в том числе это означает, что вы должны одевать то, что ему нравится. Хотя бы иногда. Даже если это вам может быть не самый лучший ваш выбор в покупках, но если это ему нравится, он будет считать вас очень красивым, вы будете его, как бы, держать рядом. Также сюда относятся показывать свое тело только своему любимому мужчине. И больше никому. То есть, иначе говоря, вот вы идете покупать что-то, если вы идете вместе, то очень неплохо поинтересоваться чем-то, что ему нравится. Не думайте, что у мужчин напрочь отсутствует вкус. Не обязательно. Или даже если так, то вы можете купить три наряда, которые вам нравятся, а один, который нравится ему. И иногда его одевать. И для него это очень важно. четвертый пункт знание ума мужа. Это означает интересоваться вкусами или желаниями мужа. То есть, от противного, как я говорил, нам, может быть, нравится балет, а ему, может быть, нравится рок-группа Алиса. И она приехала в наш город впервые в истории. И если вы ему вдруг предложите и скажете, ну, может, на Алису, он вам никогда этого не забудет. Он наколку сделает про балет у себя где-нибудь. То есть, иначе говоря, его интересы, что ему нравится. Иногда бывать в кругу его друзей, допустим. не только в кругу моих подруг его туда тащить. Вот, такие вот моменты знания ума мужа. То есть, познакомиться с его вкусами, с какими-то его пристрастиями, хорошо это знать. Следующее, похоже на это, готовить, как любит муж. Пятый пункт. Потому что есть такая чисто психологическая вещь, да, вы заметили, что мы готовим что? То, что нравится нам. То, что нам нравится, то мы готовим. И когда муж нам говорит, что, вот если бы ты приготовила борщ, как моя мама готовит, ну, женщина обычно после этого, не надо меня сравнивать с твоей мамой, я не твоя мама, я другая. Да, никто не спорит, но смысл в том, что, похоже, мама вкусно этот борщ готовит, и если вы все-таки расспросите ее рецепт, от этого ваша репутация не пострадает, а наоборот только выиграет. причем бывают такие даже абсурдные ситуации, что женщина для того, чтобы, ну, как-то вот удовлетворить своего мужа, она может иногда готовить такие изыски, какие-то сложнейшие рецепты из каких-то там суперсовременных или суперстарых кулинарных книг, что-то там такое, что тысячелетиями ели императоры Рима, вот, или еще что-то, а он на самом деле просто гречки хотел с маслом, он очень любит гречку по утрам, а вы ему там императорский салат, то есть реально просто нужно интересоваться этим, это очень, ну, такой мужчина никогда от вас не уйдет, да, мы знаем, вот эти все фразы, путь к сердцу мужчины лежит через его желудок и так далее, это важный момент. Следующий, чистый дом, то есть идеальная жена, это та, у которой всегда чисто, что это означает, это означает, что посуда моется сразу после использования, а не делается помощь декабристам с выстраиванием баррикад со всеми вытекающими последствиями, вещи стираются вовремя и гладятся тоже, мы знаем, что иногда бывает так, что присесть-то некуда, там настиранное, столько лежит, все стулья заняты, диваны, все, может только стоят смотреть телевизор, ну, в душе еще можно посидеть, если кабинка хорошая, дорогая, то есть вот эти вот моменты, неправильно, то есть то есть они подозреваем, что-то там какой-то,